Итак, явно всех поприветствую, друзья, вызваниваем сейчас Марика, Марик уже готов комментить, там уже начинается матч, уже прошли ножи, и как я вижу, Веригейм содержит победу на эфраунде. Приветствую тебя, Егорка, нежданный, негаданный. Я только что-то как раз посмотрел сорсеровскую тактику на ножах. А-а-а, ты уже посмотрел. А я в этот момент просто пытался посмотреть интервью с Ивелом от кадра Торг, там у них такой журналист интересный, здоровый дядька. Вот, вот, такое ощущение, что он там на Ивелу чуть не набросился. Знаешь, он прямо настолько здоровый, брутальный, такой милый. Вот, а тут пока что Латер дает аж целых минус, минус три своих тиммейта. Ну что, Егорка, какие твои прогнозы? Вот Веригейм просто упали от трех словаков и двух чехов. Как тебе? Да, я, к сожалению, эту игру не смотрел, но я уверен, что там очень много интересного было, не знаю. Но, как мне сказали зентаки, вот, сурс-сцены, они мне рассказали, что там был такой парень, как Гвардиан, был такой парень, как Оскар. Ну да, я на нем тоже наслышал. Типа, это очень-очень суровые перцы, и они, в принципе, насолили ВГ. Но, опять же, я считаю, что тут, смотри, кстати, какая система проявления, да, то, что четыре команды выходят, и тема в том, что... Сейчас я найду, где же... Что ЕСЦ будет играть с первым местом группы. Да, да, да. Да, я тоже это видел. И, конечно же, это очень-очень прикольный момент. Вот, теперь надо, не знаю, вот, на кого датам-то выходить нужно. Надо на Байкей выходить, по-моему, да? Ну, не знаю. То есть, если выйдут со второго, попадают на Байкей, выйдут с первого, попадают на ЕСЦ, выйдут с четвертого, попадают на НИП. Ну, то есть, на ZN просто свои на своих, как-то не хочется смотреть. Ну, посмотрим, что гадать. Ну, тем более, там Best of 3 будет уже, сингл, так что... Я думаю, вот, реально, на стадии плей-офф там начнется тот самый Counter-Strike. Вот. А здесь пока что в Эрегейме есть финский флаг. Товарищ админ, видимо, перепутал кнопки. Перепутал Финляндию с Францией. Не различает домины французские и финские. Ну, ладно, бывает. Вот игра. Вот она игра. Иии, опачки! Включи, включи, включи стрим. Я не могу на это просто. А с чего ты орешь-то? Ну, ты включи мой стрим. Знаешь, такие рестарты начинаются и такой сайзат. Ну, так я на него и смотрю сам. У него тоже пьяный. Такой повис. Ну, у него на ком повис. Это жесть. А, он побежал, он побежал, Марик. Марик, что происходит? Сайзат, я понял, друзья. Сайзат по вечерам подрабатывает потолочным лампососом стопудово. Ты бегает и лампочки обсасывает там по потолкам, да? Давай посмотрим, нормальный рестарт сработал у меня? Я за ним, смотри, пистолет и не знаю как. Я тоже. Я думаю, даже просто можно это посмотреть. Ой-ой-ой. Это огонь. Итак, друзья, ну что, это чемпионат. Чемпионат верх ногами в Праге. Я же говорю, там наркотики легализованы. Вот под такие сюрпризы отбегают. Да, под серьезную вещь пробегает. Просто, да, смотри, улицу проходит, стреляется с внешним. Сайзат и опачки его здесь разложили. Не пошло, не пошло его. Ладно, ну все, давай серьезно смотреть. Здесь уже три остались вроде бы не перевернутых игрока. Ну, там положили голимый дым на улицу. Экзистенс. А того его не хватило. Экзистенс взрывает голимый. Ну что, остался Убик в паре с Латра. Посмотрим, как сыграет. Друзья, состав даттим на этом чемпионате. Сейзат, Хуч, Латра, Гарик и, конечно же, Убик. Ну вот, вместо WorldEdit играет Хуч. И Егор, наверное, расстроен, что не WorldEdit. Да, мне все равно. Наоборот, за Митю Рат буду болеть за него. Опачки, РПК минус 2. Тут, кстати, сейчас в Кив Киберспорт арене, знаешь, кто находится? Юра, Страйк, Визи. И они играют Асус. Понимаешь, отборочная. Да, 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 я тоже заметил. И при этом при всем ко мне... Амиран играет в Counter-Strike. Амиран ко мне тут залетает периодически и говорит, как там Митя, как там Митя, волнуется, болеет. Вот он сейчас будет параллельно смотреть за этим матчем. Я ему сказал, что мы с тобой эту встречу комментим. Да, да, да. Слушай, у Сайзада, по-моему, ему надо врача вызвать. Что, не попустило его? Нет, Сайзада вообще не отпускает. Ладно, у меня уже голова кружится. Смотреть на него. Ну вот у меня тоже. Ну и в итоге здесь что? Варигеймс раскидывает быстренько какая-то команда Даттим. Ну и мы ждем, когда... Да, Даттим все-таки... Сейчас, по идее, бай будут делать. Бомб, бомб... Прямо сейчас. А почему сейчас они бомбу ставили? Нет. Просто решили скупиться. Проблема в том, что я не знаю, что они делать будут. Ну, посмотрим. Есть один дым на команду. Отлично. Итак, по улице. Дмитрий, плюс Сайзад. Ну вот Сайзад перевернутый, готов всех переворачивать. Давай посмотрим на дядю Митю. Дядя Митю пока что чекает у нас улицу. Пытается прочекать Канагар. Там, кстати, Кеннис на перекрытии улицы разыгрывает. Смотри, там уже лежит дым. Там сейчас будет попытка прорыва походу в яму. Да, сейчас Сайзад будет запускать вниз. А у ВГ уже там подкрепление пришло снизу. И к такому повороту событий ВГ готовы, как я понимаю. Ну, сюда может полететь легко флешечка. Вот интересно. На самом деле, да, ты сели в нуле. Странно. Если сейчас Аркада в радио, могут... Опа, Сейзад! Вылез, показался. А он, интересно, все еще... Как вот он убивает, я не знаю. Ну, это какой-то вообще... Как это смотреть можно вообще? Серьезно. Лучше не смотреть туда. Да, лучше туда не смотреть. Ну, вот вы уходите на А. Разменяли Кеннис. В большинстве. Сейчас главное прикрыть ставящего бомбу. И Экзистенса накрыли в плунте. Смотри-ка, 2 в 2. Есть инфа по Смитсу про девятку. Гарри готовит туда прокид. Полетела гранатка. И про Вентили тоже есть. И про Вентили есть инфа. Тогда вообще все замечательно. Только вот как будет Сейзад сейчас из-под девятки разыгрывать, непонятно. Его, по-моему, там ждет сейчас Смитс, если я не ошибаюсь. Да, ждет. Ну, вот Сейзаду не стоит лезть. Но он пытается это сделать. Я думаю, лучше нам посмотреть вот так вот от третьего лица за действиями Сейзада. Ставится бомба. И Сейзад не спешит залезать. Смотри, смотри, смотри. Он ждет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот Сейзаду надо. А Смитс, по-моему, даже не увидел типа на лестнице. Да-да-да, Смитс вообще на морозе бегает. В итоге Сейзад залезает и... Что творят? Что творят Сейзаду? Убей его, убей, убей, хорош. Тут уже сплэнта подспевает НБК, который казнит Сейзаду. Сейзад очень затупил. Очень. Перенервничал что ли? Не убил просто в бочину типа. Это да. Это да. Ну вот нам даже не посмотреть было от первого лица, чтобы вот разобрать, где же он там затупил, почему это произошло. Просто не убил в спину. Да, это, конечно, печальный расклад на самом-то деле. Раунд должен был браться, конечно. 3-0. Так, давай с отдавать. Не, ну, видишь, снова какой-то закупка. Галилы. Пару флешек на команду. И опять через улицу будет играть. Ну вот я очень хочу, чтобы Датким вышли со второго места или хотя бы там, не знаю. Ну не попадали они, чтобы на Затнейшн. Вот серьезно. Кстати, кейк португальцы перевернули экстенсив команду из Франции. Этот матч комментировал, вот пока мы ожидали этой встречи. И это тоже интересный момент. Ты в курсе о португальских командах в CSGO? Да без понятия вообще. Ну вот теперь есть кик, которые тоже вроде решили серьезно заняться. CS-ом. Так, ну что, здесь, по-моему, на закрытой готовится Датка ходить, будут рампы подготавливать сейчас. И получается сразу же от Смитца. Вот Датка, знаешь, агрессивно пытается играть и не получается у них изначально открываться нормально. Не, ну в прошлом раунде получилось. В этом Кенни поставил с девятки. Опс, Смитца в дальнем забрили. Ну все, дядя Митю угорает уже. Минус два дает, ВГ дают размен. Гарик поддержал Митю и один на один. Остается против спрей. В экзистенсе хорош. Две головы финальные. И вот один три. Один три, да, Датким отыгрывает одно очко. Ну и там по бакам не густо. Поэтому я думаю, там Эго сейчас будет делать ВГ. Да, ну там вот есть 3.8 НБК, но опять же, там две звезды на дефузел. Да. НБК, кстати, это вот типа в Сурсе популярный чел. Очень. Ну, классный ему. Классный ему, да. Ну да. Не, ну короче, вот когда были финальные фотки, смотрел с Дримхака, да, где они второе место заняли. Вот НБК стоял с таким лицом довольным, знаешь, второе место. Вот, а его тиммейты стояли совсем с другими лицами. Вот. Чувак адекватен полностью. Это радует. Сильно не расстаивается поражением. Так, смотри, экзистенс уже в поджим вышел на радио, но он не знает. Ого, вот эта няшка просто была сейчас просто в Латра. Как он ее поставил, непонятно, но убег сразу. Его разменяли. Но одному идти тоже не надо было. Ну тут сейчас будут пытаться, наверное, инсайд ждать, или все-таки попытаются рамп открыть. Да, будут открывать рампы. Ну тут уже есть Смитц, есть РПК в упоре, и вторая флешка полетела за желтый выход в упор. Смитц прячется. Еще там снизу Кенни. Да, но тут Смитц неудачно открылся, и да, тим, в принципе, перехватили здесь весь окраунд. Остался НБК, один же выход против трех соперников. У нас сейз все еще перевернутый. Ну и НБК, в принципе, обнаружили в вентиле. Нормально. У меня только что с глаз изда очень интересная ситуация была. Вентиле. Ой, да. Так, ну что, там бай или еще сольют? Там сейчас будет еще слив. Еще слив там. Ну там смотри, там 3500, то есть там они минимум будут играть с ВП, давай с ней раунд. Без ВП смысла не имеет. Разыгрывать. ВП, наверное, дадут Кеннису, он встанет на улице и что-то будет. А тут вырывается ко мне Визи. И он готов посмотреть на дядю Митю. Так, ну да, посмотрим за дядей Митей в таком случае. Давай, посмотрим. Ну, дядя Митя пока улица. Ну, это флаг, типа, перепутанный. Типа на сервере там косяк у админов. Хочешь я эти сайзы? Да покажу Визи. Смотри. Просто. Визи не понял, в чем здесь. Визи ответил. Да. Пацаны рампы выходят отстреливать. Так. Так, ну что? Да, подготовить. Мне так кажется, что... Это А, это А, смотри. Да, ты так и не поняли, что у соперника ЭКО. Ой-ой-ой, смотри, а раскидали и решили пойти вниз сразу же на рампу. Вот там сейчас на самом деле, если стянутся нормально ВГ, через вентиля... Главное, что для Экзистенсу сейчас не залетело с дегла. Ой-ой-ой, не-не-не, ему не зашло, да. В таких ситуациях не везет. В итоге Митя пробивает нижний плен. Митю забили на улице, забрали Дуайс. Ну это, в принципе, уже неважно. Дуайс забрали, но ситуация 3 в 4. Бомба у наших ребят. И этот раунд должен достаться именно команде Дат-Тим в любом случае. Ну вот Кеннис, правда, что-то со Смитсом вообще вытворяют. И знает, что в ложном, знает, что в ложном Убик последний. Посмотри, Убик прячется. При том, что он играет крайне нестандартно, с нестандартной стороны. О-о-о! И получил за свою нестандартность. Да, конечно. Надо было спрятаться за стенкой. Но он, видимо, думал, что будут выходить и чекать сразу. Кенни, по-моему, дал 3 хэдшота просто с 4 хп. Вот это вот уже называется проблемы большие. Да. Но опять-таки, Дат, поехали без своего пятого игрока, взяли Хуча, да. Но я считаю, что у Митти опыта много, чтобы подстроиться под игру ребят. То есть он на такие вещи способен. Да, однозначно. Посмотрим, как это будет на деле. Ну вот мы сейчас это все увидим. Пока я смотрю... Пока не огонь. Пока да, пока не огонь. Ну вот товарищ Сейзет у нас почему-то перевернутый. Слушай, а ты не пробовал на ЛТВ перезайти на этот, на ГОЛТВ? Сейчас попробую. Попробуй перезайти. Может, у тебя оно нормально будет работать. Если нормально, то я тоже перезайду пока здесь начало раунда. А то мне в этот Кроволл играть совсем не прикольно. А, да, помогло. Помогло? Да. Ой-ой-ой, я вернулся. Я тогда сейчас быстренько тоже перезайду. Ребят, дикий-дикий пардон. Но просто вам тоже Сейзета показывать не хочется. Там в то время выходят с раскидкой на ап. Потом с командой дат делают минус сразу. На плент заразменивается. Ну и убивают. О, ой-ой, смотри, каналку закрыл. Лубик вообще великолепно. Две головы еще убивает муэйм. Смитц. Смитц последний. Смитц последний. Остался один, да. Я не думаю, что он что-то может. Но он тут, смотри, хочет разыграть как опытный супер-чувак с девятки. Играет в десант на плент, падает с потери КП небольшой. С доски вылетает граната сверху. Он, в принципе, даже не представляет сейчас, какие позиции хватает. Там даже не поняли, что он упал. Ну вот, он, смотри, действует очень-очень нагло, прячется за каналку, но, опять же, флешеный. Вылазит и добивает его. И там, ну, по девайсам есть тут троих. Ну да, будет дроп скидывать, будет бай. Будет бай. 6.5 RPK, 7.500, ну да, 3.2. Нет, 2.3 дадут, один с Фамасом, наверное, пойдет. Да. Смотри, Фамас, дроп, 2 Фамаса. 2 Фамаса, ну еще у кого-то что-то осталось. Ну, тоже неплохо. Что придумают даты? Опять играет через улицу, я так понял. Фишечный смок от Сайз, да? Так, ну и... Это он там полетел. Корявый смок. Так, ну вот он там не долетел, там он у Мэйна где-то, да, разложился, как я вижу. Да, Мэйн днило, и, как видим, вот оно, дымление улицы. Но, в принципе, оно достаточно плотное, там можно за красным попытаться пройти. Но, опять же, на ангаре обычно такие проходы заканчиваются. А, это будет раскидка, судя по позициям чувака. Ну да, вот... Особенно на крыше. Латер готовит уже сразу флешку, при том, что она вот здесь где-то упадет. И... Ну, это, возможно, даже фейк. Как бы... С бомбой подбудкой, поэтому вряд ли. Одна флешка, две флешки. Да, все-таки... Ой, Кенниес промахивается флешой. Гарик вышел очень-очень плотный. Экзистенс минус, НБК, забирает Убик и Кеннис уничтожает Гарик. И в скрипе вот не были готовы к врыву с канала. И все дело заканчивается на Смитсе, его последнем минусе. Пять-три. Ну вот дат пока что тяжело как-то играть. Не уверенно выходили, не уверенно. Ну да, не знали куда смотреть. Вот опять же парня в пленте как бы не могут прочекать уже который раунд. Да, стабильно делать минус. Нужно с этим что-то делать. При том, что если они раскидывают плент. Ну вот ВГ конечно готовы к таким раскидкам. Прикольным с крыши. Это если бы там, например, играла команда Na'Vi и их бы раскидали, а они не были готовы. Это да. Немного троллинга, но тут... Но тут как бы ВГ все-таки... Там эко через улицу с одним девайсом. Ну вот Убик сейчас по-моему его реализует или нет? Нет, отдал девайс Кеннису. Он 55 Кеннису оставил, это жесть. Столько стрелялся. Закрыли Митю сейчас в длинном. Ну и Сейз с девайсом Убика сейчас попытается и с бомбой на руках что-то сделать. А там смотри, там один на скрипе и улица два игрока. И вот Сейз от перестрелка по улице. Ну вот забери, забери этого пацана. Ну пожалуйста, ну вот как так, а? Оставляет он Кеннису 6 хп, не убивая его буквально вот одной пулей. Ну и тут уже есть интересные расклады, как я понимаю. Интересно, я их не назову, тут без шансов будет раунд, просто тянут резину, будет попытаться там минуса какие-то сделать, чтобы экономику подпортить. Если так, шансы из-за травм вообще пала. Надо хотя бы на бомбу было попытаться. Сейчас решается вопрос. Да, Натан Смит. Ваш французский друг. Ну что, вот Сейз надо было на самом деле проходить сразу вниз, когда его тиммейт открывались и готовиться выходить на нижний, ставить бомбу сразу. Хотя бы что? Там это дело все смотрится. Ну и что? Ну и что? Попытаться можно было? Безумная идея, но как вариант бомбы была. Хотя и с деньгами и так вроде все. Да, все в порядке. Все в порядке, это бай. А вот, кстати, Дефенс, посмотри, экономику там набрали. ВГшники и сейчас будет совсем... Ну и тусов было мало, да. Стуит с экономикой нормально. Ай-яй-яй. Ну вот надо датом начинать уже на отстрел играть более плотный. Врага. Раз не получается ходить на нормальном. На рамп вышли, кстати, только один раз вроде фейками, если я не ошибаюсь. Ну, Хуч просто на морозе пробежал улицу. И уже в длинном. Ну, тут и РПК, по идее, где-то должен быть. Ну, Хуч, смотри, уже такой. Тык-тык-тык-тык-тык. Подкрался. Ну, сейчас дядя Митя и... Охота! Так, минус, ну вот надо было давать по РПК. Митя падает от РПК в длинном. Ну, вот его тиммейт пытается в этот момент открыться на рамп. Удается им закрепиться, но они теряют численное преимущество. И вообще остаются 4 в 2. Да, 2 в 4. И Юби красный. Это очень-очень плохо. Ну, все возможно, все могут. Вот, может быть, Час Латра проснется, потащит. Вообще идет как раз-таки на закрытый. Там есть два красных парня. Вообще один минус, он уже будет, правда. Здесь сложно сделать. Посмотри, они там на чек играют. Один будет в длинном до упора ждать, по-моему. А второй игрок в каналке. И вот, да, увидел Латра. Сейчас будет пытаться наработать. Подымление. Посмелее бы играли вот сейчас. Может, что-то и получилось. Вот такое ощущение... А так слишком боятся. Да, да. Зажато, зажато действует. Думаешь, что на них полезут, а в игре все правильно делают. Играет на инфу, запускают. Ну да, ну и опыт этим парням, конечно, позволяет играть терпеливо. Они понимают, что... Просто на девятку залез. Убик такой залез и убежал сразу же оттуда. Посмотри. В девятку там вообще все влетело. Ну тут сейв девайсов, чтобы разыгрывать. Убик прячется. Латра под девяткой. Сейчас еще может кого-то на улице выцепит. Но пока не ясно. А ну сейвят. Засейвили девайсы. 7-3. Пока что у Datteam три раунда, друзья. И VeryGames доминирует. Команду из России. Вот мне интересно, админ, который сейчас поменял флаг при счете 7-3, он... Может поменять название команде VeryGames на VeryGays? Вот это был бы троллинг. Думаю, админ может сделать все. Да. А Электрик может еще больше. Электрик управляет админами. Ну что, Datteam, пора играть Тека. И тут выход на закрытый. Первый сразу пистолет отдается. Второй, как по маслу, заходит с девайсом. Падает. Смит, в принципе, даже не ощущает здесь команду. Datteam собирает этот акраунд. Ну и тут вот АК. Тык-тык-тык-тык-тык. Залетел. Еще одна граната в радио. И сейчас Смит отспреивается от радио. Но нападение, в принципе, уже встало. Я вообще не понимаю смысл сейвить два девайса. И следующий раунд играть так убого. Просто рашалюк налево. Просто девайс не сработал. Видимо. Да, ну, не знаю. Эх, ну восьмерку отдали. Сейчас вот должны сделать бай, ребята. И после бая уже станет ясно, чего нам ожидать. Ну пока ста... С гранатом вроде все нормально. Могут что-то какой-то ран сделать. Убик только без гранат. Но Убик опять же вот в датах он играет больше... Как знаешь, там, open fragger. Или тип, который там постоянно рядом на размене. Все такое. Врывной чел. Но здесь действует без гранат. Денег у него, правда, полтинник остался. Зато у Вэри Геймс по баблу все четко. Тут как бы надо два или три подряд брать, чтобы экономику сбить. Дефенсу. Смотри, сейчас смог на А положат. Тогда смог упал на будку. От дефенсы. И будут пытаться выходить на... Готовится раскидка на. Сразу флешку едят в нуле. Это Гарик. Ну и один из игроков, это Сейзи, стягивается в этот момент на рамп. Митя все еще играет по улице. И на улице у него пока что нет никаких соперников. Датким, по-моему, сейчас не поняли, что хотели сделать. Убежали на рамп. Побежали обратно. Выход на А. Без флеша. Без всего. Ой-ой-ой. И перед грешным огнем просто проигрывают. Здесь в Вэри Геймс только успевают собирать халяву, которая вышла. И вот до ситуации один в один удалось достреляться. Латра. Один на один на планете он против Смитса остался. Обратите внимание, он вообще не в курсе, где Смитса. Смитс выходит. Перестрелка. Смитс сел, зажал. Ну, давай. А, хорош. Хорош. Вот еле-еле. А они отлично выбежали под флешку. Там одна флешка летела через верх. И под нее выбежали. Ну, из-за этого нормальный размен навязали. Если бы еще сразу в сотке типа убили, то было бы вообще отлично. Ну, их в ответку тоже нихерово, слушай, приняли. Там они вышли в перекрестный огонь. У них сразу восьмерка принимает, девятка принимает, чувак на планете. Там полная паника. Ну, под одну флешку такие выходы очень рисковые. Ну, вот здесь ситуация один на один закончилась. Да, затащили. Не, отлично, да. Стрельба не подвела. Это отлично, но все равно приятнее заканчивать в численном преимуществе с уверенностью, что это победа твоя и это победа командная. Там, ни одного человека. Ну, все равно, я думаю, четыре это слишком мало. Надо набирать им еще три для уверенности. Ну, да. Не, восемь-семь это такой, знаешь, спорный счет. Он всегда был спорным счетом. Как бы никогда не знаешь. Все же лучше, чем проигрывать 1.4 там. Ну, да, 1.4 или 9.6 шансов больше, как на вторую половину. Тем более, сторона сильная будет. И если все пойдет как надо, то ВГ могут упасть. Ну, тут непонятно, какая слабая, какая сильная сторона. Везде можно набрать раунд. Ну, я считаю, что здесь дефенс будет доминировать. Рано или поздно, пока что Митю закрывают на два девайса в коридорах. Оставляет он рпк 21 хп в нижнем. И потихонечку даты начинают. Там есть еще в нижнем. Ну, да, там есть Убик. Он просто действует по инфимите. Разменивает торпике. А в это время выходят рампы. И по факту нижний план должен уже крыться. Ну, там уже вентили спалили. Да, десант в вентилях. Увидели двоих, троих увидели в вентилях. И держится агрессивный выпад от Натана. И его сразу же казнят. Два игрока смещаются в длинные. В длинные попытаются сейчас забрать атаку. Хорошо, убивай. Еще один в длинном остался. Эх, ну вот сейчас... И знает об этом, знает. Экзистенс сейчас может наказать. Он очень-очень опытный. Такой чувак. Ну, посмотри там, как ракует сейчас. Латер пожёстко просто прячется. Давай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и... Опа! Увидел он Экзистенса. Проходит в упор. Это ошибка. Перестрелка с пунктом. Ну, нельзя открываться! Слава богу, в перекрестном получилось. Да, повезло, на самом деле, что не попал Экзистенс там пульку. Так бы был минус. Да. Не, ну, отлично. Еще один раунд. Ну, там по бабкам все отлично. Ну, главное, бабки есть. Ну, это, кстати, последний бай ВГ, то есть. Да, это АИУ, да, это последний. Ну, да, по сути. Но если они его выиграют... Да, будет огромный шанс 87 сыграть. Но 87 это хорошо. Сейчас посмотрим, опять через улицу будет пропускать вниз. На этот раз нет, на этот раз, посмотри, они инсайт отдают. Они отдают инсайт, играют от крыши. Убик только единственный, кто смотрит аркаду в будку. Ну, чтоб, если уж там очевидную аркаду не пропустить. Хотя нет, вот на средней стадии уже к ним, смотри, Гарик стянулся с бомбой. Видимо, это А. Видимо, это А. А Митя, посмотри, Сейзедом уже там себе нарыли. Вот Митя понял, что одному ходить не надо, забрал с собой Сейзеда и играет. Посмотри, как в паре хорошо. Митя закрывает спину. Ну, Сейзед будет пытаться сейчас открывать длинное метро. Вот, флешка в него залетела. Митя получил инфу. Сейзед ждет сейчас выпада игрока защиты. РПК очень грамотно играет на инфу. Ну, вот РПК сейчас... Ну, так просто и не заберешь. Опс, да-да-да-да, сразу ушел. Увидел, ушел. Ну, ничего, у Датов есть шанс сейчас напасть на А. Главное, что длинные заняли. Есть еще одна точка давления, при том, что очень веская на защиту. Можно будет попытаться покачать. Если, конечно, получится, минус сделают. Да, но на А.П3 типа А это может быть проблемой. Смотри, А, флеш, Латро и это выход А. Это выход А, Сейзеда с каналки залезает, ждет второй флешки, залетает. И вот не чекают они Фронтекс. Поздний Фронтекс видит девятку, переслелка. Экзистенс, Эмбкей, Экзистенс, Эмбкей с Экзистенсом просто вытворили. Влетает Латро. О, разменивает двоих, но... Да. 9-5. Ну, глупо как-то. Зачем занимали длинный, пошли на, когда еще было время, чтобы сыграть на рамп. Не знаю, я бы на их месте, но на самом деле попытался бы лево выйти. Там один Смит сыграет уже какой раунд. Да тут даже не дело в том, что там один Смит с несколько раундов стоит. Дело в том, что они реально глупо сыграли. То есть зачем выходить с вентиля вдвоем снизу, когда у тебя есть инфа, и выходить на А. Ну да. Когда там уже А просто закреплена. Ну, нижний обычно отдается, там оставляют одного типа на чек и все. Тем более тип на чеке был, можно было догадаться. На морозе без гранат, но... Ну, тут еще под Молотов. Молотов неплохо лег на будку, там ничего не могут сделать сейчас даты. И, конечно же, Дигла, Галила раунд. Ну, 10-5. Да? Ну, еще пока дядя Дмитя есть, есть Гарик. И я надеюсь, что, может быть, сейчас Хуччара попытается потащить, но нет. В девятке его обрезает Смит, и последним остается живых Гарик. Ну, 10-5. Ну, не знаю. Слушай, вторая половина будет, если пистолетку не возьмут, будет вообще кроволольная. Очень кроволольная. Ну, посмотрим. Все может быть. Тебе вообще вот стиль игры в Эрегеймс как? Ну, не знаю. Мне больше нравится их стрельба, чем какие-то отдельные моменты. Не, ну, стрельба, да. Стрельба у них вообще на уровне. Так там, по-моему, кроме стрельбы ничего нет. Ну, да. Я про это и говорю. Не, там есть какие-то шифровочки, флешки. Но, ну, как-то не очень. Ну, минимум, минимум стратегий больше стрельбы, больше хардкора. Да нет, что, и перемещение у них нормальное. Но, ну, что-то не так. Так, ладно, пистолетный раунд. Ой-ой-ой, сейчас французы что-то придумают. Да, у них тут пошел байп от 250. Я вижу один. О, тут какая-то стратегия там у троих по хаешке. Три хае. И смотри, две флешки, один дым. Четыре хае, четыре хае. Четыре хае. А у дефенса две флешки, одна хае, 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 три хае. О, какой дым от Смитсон. Попал его? Да, попал. В девятку приземляется дым. Посмотри. Они сейчас будут хае бросать. Я понял, я понял, я понял. Они будут бросать хае в девятку, наверное, нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Ну вот пока не ясно, пока у них здесь движуха, как видим, на улице и в нуле. Ждут поджим, наверное. Наверное, вот улицу Гарик, конечно, сейчас отдал. Ему главное здесь не пропустить в длинный никого. Ой-ой-ой, я видел, он десант с Мэйна, знает, что еще есть один на улице. Дал он фут. Про по девять, сейзет Убик в этот момент. Пушат ноль, перекрестным огнем. Будка плюс радио. Удается им сделать минус. Вот она, гранатка от Экзистенса. Посмотри, все свои гранаты куда-то уже выкинули игроки нападения. Не, ну их поджали и не дали сделать свою задумку. А что они хотели? Молодцы. Но... Но 4 в 3. Главное разыграть. Ой-ой-ой-ой, вот НБК. Там три красных, можно, можно. Можно? Ну вот один сотый Смитс. Экзистенса за ящиком на вилке. Латра минус Смитс. Отличное начало. Словости красных. РБК 7 хп. Выход на нижний контролирует. Еще Гарик вдобавок с вентиляем. Вот Гарику надо оставаться в живых, но я надеюсь, что... Он сможет, он сможет. Я надеюсь, что сейчас не будет, знаешь, вот этой потери, зажатости. Он разыграет, как настоящий мужик. Ой-ой-ой-ой-ой, вот Гарик, конечно, потерпел. Нужен Латро срочно. Латро, кстати, тоже с вентиляем. Они играют вдвоем на врыв. Один в длинном, один на вилке. Вот с вилкой перестрелка опасно. Но тут нужна агрессия. Нужна агрессия от дата. Они просто, по-моему, не понимают, что их соперники полностью красные. Минус халявная ТРПК залетает. И Латро начинает искать здесь истину в коридоре. Ну вот убивает красного. Понимает, что это уже ничего не значит. Но надо было все-таки на бомбе попытаться застать врасплох. Минхо. Ну вот она и бомба за Верри Геймс. Да, не хватает агрессии, конечно, ребята. Слишком зажато играют. Может, они просто реально сейчас переживают? Не, ну естественно не переживают. Это для них ведь первый вроде как клан крупный. Не, ну с Митей все понятно. Митя вообще уверенно играет. А вот... Ну, не скажешь, что он уверен. Точнее, в него не особо это получается. Ну как, он понимает, что он пытается подстроиться. То есть все раунды, которые он играл там быстро по улице, да. Ему там не оказывали должной поддержки. Не разменивали. Когда он там погибал в этой каналке. Как бы просто... Митя вон за раш 3D, как он играл по-жёсткому. Две недели дядя Митя божил в CSGO. Вот здесь что-то уже на лане совсем не то. Видимо, Прага негативно влияет на команду из России. Так, смотри. Тут французы что-то тоже решили в Крэп Стратеджи сыграть. У них просто антиека, по-моему, такая заготовка. Да, тут у Зихи все купили. Пошел уже НБК добывать себе денег. С МП-шечки. У Смитца тоже фармящая волына. Так, да, будет фарм бабла. Эх. Ну, посмотрим, сколько она фармит. Так, ну вот тут опа-опа. Сейзет Гарик по минусу дают. Откуда не ясно. Но один чувак упал снизу. Убик минус. Хуч заходит в спину. Берет девайс. Дым лежит. И бомба лежит. Смотри, на подъеме ситуация 2 в 3. Митя занимает преимущественно выгодную позицию. Ведь игрока атаки надо убивать. Но Смит справляется с ним. С этой волыной непонятного происхождения. Приходит Убик, убивает. Латер остается. Один на один, один на один. Спину, перестрелка. Эй, ну давай, давай. А, убегай, спрячься. Чувак. Хорош. Есть же шаг. Ну вот, боже мой. Такие нервы просто. Такие нервы. Красавчики. После такого раунда. Я даже вот не знаю. Сейчас могут собраться реально. Я готов. После волевого такого. Я готов визжать как баба, лишь бы они брали раунды. И радовали нас. Не зарекайся. А то придется орать. Да я не против. Так, ну что, сейчас будут сливать у нас товарищи в ВГ. И даттим вроде бы... Ну вот, наклеился этот окраунд. Наклеился, получилось взять. Но мы верим все в Хуча и верим все в Убика, Гарика. И, конечно же, в Сейзада, который вверх ногами бегал всю первую половину. Ну и, как видим, опа, минус один. Дает. Ну тут ВГ тоже такие, знаешь, пробежали неплохо. Открылись на размене на Натана. Плюс у Натана Кольтон ставит бомбу снизу. Это пока что еще не зачитали даты. Ну вот слишком поздно зачитали. Открываются уже после вилки. Но хотя бы девайс убили. Надо длинный убирать. И РПК остается последний. У нападения. Посмотри, посмотри. Сдельного сейчас попытается застать дефузера врасплох. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Но развели парня. И деф-бомба за латром. Маркел. Что ж ты какой молчаливый. Да смотрю игру. Ну что, смотри. 11-7. По сути, что сейчас сыграют Байвари Геймс. Если их затащить, то их можно сбить экономику. На пару раундов. Им не будет. Экономики у них, по сути, и нет. Нечего сбивать. Ну как, если они этот раунд не возьмут, то у них ее точно не будет. Это как бы... Ну и удар то же самое. Там только в двоих будут бабки на следующий припроигрыш. Сейчас сыгра через улицу от ВГ. Так, смотри, здесь какие наши вы девяточки интересные. Просто всей компанией решили пошить девятку. Неужели они поверили в то, что прострелы здесь работают? Они работают. Я могу тебя удивить. Да нет, я тоже знаю. Не, я просто думаю про то, что такая команда, которая вроде бы играла как буйнюк много-много раз и старалась не простреливать, а бегать до контакта. Он играет в ВГ через улицу с Аликом. Там уже красный чувак. Да, не жестко занимает. Там сейчас будет брить Латро. И Латро в паре с Убиком. Ой-ой-ой-ой-ой, Латро, конечно, жестко сейчас рисковал, выходя на размен на Убик. Из-за того, он кинул эту флешку, знает, что два было в длинном и сейчас будет минус от Мити. Отлично. Посмотри, в Эрегеймс открываются на длинный, но их там еще пока никто вплотную не закрывает. Но ВГ боятся идти, посмотри, они реально боятся. Реально боятся выходить туда-то дальше. И это хорошо. Ну вот смотри, если сейчас НБК в нуле умирает, все, это как бы эпичный тупик для... Вот смотри, сейчас Алик может от пристройки умереть. Что ты делаешь? Нет, они под окна пошли, сделали подсадочку неприятную. Минус от экзистуса. Минус хуч на девятке. Ну вот она подсадка. Выход на... Ну что, здесь Гарик на восьмерке падает вниз, его забирают Кенни с АВП и застает врасплох с Айзу, да три в одного. Ну опять вот судьба команды Даттим сейчас на плечах Латтера. Ну что такое, а? Ну вот элементарно они смогли свое... Зажались, пацаны, зажались. Зажались и не смогли. Улицу вообще не смотрели, даже не чекали никак. Зажались и не смогли выиграть преимущество. Ну что за жесть. Да. Ну тут сейв от Латтера, он даст один дроп, но там все равно у троих не будет. Угу, печалька. Ну вот Латтера, конечно, тот еще пряник старается. Вот надо Бубику проснуться, Митя надо начинать уже убивать этих буржуев. Где же ты, Митя, соберись? Слушай, по-моему, я думаю, что после этого турнира, знаешь, группу ВКонтакте, киберспорт-туризм пополнится. Ну, но новой милицией не сдал Тим. Может быть, может быть. Да будет весело. Так, ну да, как и говорили, экс-адим девайсом. Ну, можно реализовывать такое? Ну, а эти опять будут играть через улицу АЭК. Причем быстро, фастом вообще по улице проходят. И заход в пристройку. Так, раскидали пристройку сейчас. И НБК ждет поджима с радио. Вот он поджим с радио. Сейчас спалил свою позицию. На него уже идет куш. Он проигрывает эту перестрелку Митя. Ну, вот Митя знает, как таких ребят аркадить. Умеет это делать. На улице здесь позорится, Убик. Ну, как же ты в спину не затыкал экзистенс, а? Ну, и в итоге Веригейм снова получает, по сути, контроль над всей улицей. Контроль над всеми пространствами. Да, но у них, кроме улицы, ничего не за контролем. Да, да, да. Но улица... Надо все равно куда-то продвигаться. Ой, как можно. Ну, понимаешь, с улицы они же как бы могут еще и в Майне кого-то зацепить. На девятке зацепить, под девяткой спалить. Плюс у них есть доступ к длинному коридору. Ну, к метро. И можно даже вниз куда-то ткачнуть. Но если сейчас девайс зарешает вот ту Митя и у Латро, то все может быть хорошо. Как я делаю тебе подсадку в девятке? Вот хоть бы сейчас Латро спалил эту подсадку. Ой-ой-ой, он спалил. Он дал инфу, дал инфу, что в девять лезу. Двое минус на Сайзда на улице. Есть, отлично. Два в четыре. Честное преимущество за даттим. Пытается на подсадке реализовать свой девайс Смитц. Но вот... Ой-ой-ой, РПК минус Гарик, минус Митя. Ну вот знали же о подсадке. Почему так сыграли невнимательно? Два в два. Видели мэйн? Все, десант уже тут отменяется. Но Сейзда, посмотри, как карает. Карает арпикея. И знает, что Смитц прыгнул. Латро уходит в инсайд. И Сейзда отвлекает на себя внимание. И один на один Латро остается со Смитцем. Смитц разводит на каналку. Одна секунда. Все. Я же говорю, такое можно брать. Нет, там самое главное, это ведь, что Митя за Аркадию убил одного типа в нуле, который был. И там уже пацаны потерялись. Их поджали со всех сторон. Но все равно Найстрай для ВГ. Ну да, да, это не обсуждается. Так, ну посмотрим, что сейчас будут делать даты. Я думаю, ВГ сейчас что, один раунд они сыграют... А, ну тут у них фуллбай последний пошел, смотри. Ну вот если сейчас датам удастся выиграть этот раунд... Ну сейчас опять весь через улицу играют. Ну тут датам вот этот раунд нужно взять обязательно. Просто они могут, если взяв этот раунд, переломить вообще ход встречи. Как бы по тумэке это как бы будет 12-9, 12-10 там слабенький бай. И соперник уже не будет казаться таким борзым. Ну вот Сейзит ворвался в ноль, прочекал, никого не увидел. Здесь по улице действует ВГ. Опять толпой. Опять я как адмирал, ясен, красен, ну и минус мейн, видимо. Да, минус мейн мог сейчас быть, но Гарик остался живой. Чудом Убик, смотри, выходит на перекрестный огонь. Сейчас попытается запереть улицу. Ну и как Латра не убивает в спину в ангаре. Смотри, смотри, Убик врывается, бреет первое. Минус экзистенс есть, стреляется с поддевяткой из РПК. Но тот оставляет за собой эту позицию. И ВГ, по-моему, опять на подсадку хотят выйти. Либо просто под девятку. Не, просто под девятку. Смотри, ждут разменного парня с коридора. Сейза отлично на тайминг врывается, убивает дебила, который единственный там был на нуле и топал при этом. Ну так это же НБК. Ты что? Ооо, какой сейчас мог быть жим от Мити? Ну вот минус один он сделал. А, не, минус два от Мити. Там жим мог быть от Сейза, да я просто перепутал ники. И как бы там Сейза сейчас прямо так... Он очень неуверенно зажал и поплатится. Да, под девять. И знаешь, вот в один и шесть обычно вот этот спрей летел сразу первому в голову, второму в голову и третий там вообще не выходил. Ну, ты перегибаешь немного. Ну, немного, да. Ну, всякое было, да. Немного. Но если бы здесь сейчас было два хэдшота, было бы, конечно, очень все симпатично. Ну и того, двенадцать девять, экономический раунд у команды Вэри Геймс, друзья. И да, там сейчас нужно разворачивать ситуацию, брать десяточку и с десяточки уже начинать бороться плотно с французами. Нельзя давать... А, бомба в венте так не попала. Ну и выход на, посмотри, блокируются более чем на пять. Инфа про последнего, который в радио есть. Все, свозь и гелем. Ну, последний парень, что он стоит в радио, себе прическу гелем намазывает, как обычно. Чтоб у него волосы торчали, ведь он экзистенс. Ну и здесь двенадцать десять. Ты видел вообще у него прическу? Нет. У него постоянно волосы дыбом. Такое ощущение, что этот чувак, знаешь, вот перед матчами подходит к розетке, сойдет туда пальцы, а потом сидит и играет. Довольный, довольный. Так, ну давай, давай, тут уже немного осталось. Надо одиннадцатый. Надо одиннадцатый брать, да, там. Ну что, смотрим, Сейзет прыгает. Смотри, смотри, Сейзет играет очень-очень агрессивно. Он забрасывает тупо инсайт, дает туда две флешки, дает туда дым. Вот дым, не знаю, лишний, не лишний, но, по-моему, не стоило этого делать. В радиомитере не нашел никого, но в ответ его пытаются поздым простреливать. Тоже бам. Ну и первый контакт, это радио, на улице никого. Посмотрите, какая позиция убика интересная. Да, я тоже на него смотрю, ну как. Опасно. Но я так понял, при раскидке он будет падать и убивать дверь. Ну да, да, сразу. О, там пытаются рампы выйти на стрельбу. Вот они решили с дядей Митей постреляться. Дядя Митей сегодня просто как лесник будет их топором рубить. Экзистенс пытался отбиться от аркады с нуля, но пацану не повезло, шел к успеху и захлебнулся. Хотя, сейчас посмотрим на пистолет в его исполнении. Ой, Кеннис! Там Сейз такое вытворил, боже мой, он мог убивать двоих. Посмотри, прекрасных игрока остаются сейчас в стане команды Верри Кеймс, они выходят. Это мой звездный час. Иии, выходи, добивай, Латро, хорош, минус один есть. Увидел остальных двух, 2-2 ситуация. Все, Гарик должен по инфе работать и играть в холст на А, и ждать девятки, ждать девятки, либо улицу. Вот Торпике занимает 9, туда же лезет сейчас товарищ, его тиммейт Экзистенс, и они занимают плент. Латро в канал, как Гарик, посмотри, с будки, и по сути, отход на инсайт будет контриться даже. Ну, если бомба будет вставать, то по-любому там куда-то в будку попытается игрок дефу уйти. Ну, вот Гарик сейчас дымом все испортил. Бомба в итоге ставится, и есть контроль с девятки. Тут могут заваншотить сейчас неплохо, ВГ с девятью. Опачки, минус понтия, девятку пытается, девятки пытается стреляться, сейчас Экзистенс. Нормально. Стрелял, стрелял, а не убил. Вот я думал, что он сейчас ваншотом кому-то в голову даст, а в итоге... Слава Богу, что не дал. А в итоге дали ему. Отлично, 11 раунд. Вперед! Нет, все, Митя должен затащить. Вот дядя Митя, тут сейчас много народу следит за этим. Ну, не как, конечно, за игрой команды Na'Vi в ее первый день, но... Ну, позже. Но все равно. Этот провал видели все. Но все равно мы болеем сейчас за дядю Митю и надеемся, что... Конечно, конечно. Будет победа, будет... Я даже 15-15 буду рад, как бы, да. Тем более в Ригеймс уже как бы упали сейчас, знаешь, от своих... Опять играю через улицу четвером. Так, посмотри, Гарик внешний. Гарик на внешнем. Вот сейчас Гарика зафлэшило вообще плотно. Вот он играет в отход. Ну все, Гарик первый минус дал. Его сразу разменивает РПК. Это инфаат. Здесь идет десант вниз через вентиль. И проход по девятку вот из-за дыма сейчас не заметили. Более контроля с девятки никакого нет. Вообще спокойно в окна прошли. ВГС Митц будет выходить. Сейчас на рамп. На рампах к этому совершенно не готов. Один из игроков защиты, который вот-вот пытался уйти. И сейчас два девайса его должны казнить. Ну хотя бы разменял. Посмотри, что Убик делает. Он балуется с НБК сейчас в нуле. При том, что НБК там как сидел, так и тусуется. Ситуация 2 в 3. Один в нуле, ну и два снизу. НБК в качестве забирающего. И сейчас Сейзер должен показать себя. Ой-ой-ой, какой подарок судьбы. Два рака. Один ставит бомбу, второй не слышит. Топа до Сейзера. Ну минус 3 давай, братишка. Вот это, да, Тим. Вот это по-русски. Вот это обманул команду Вэри Геймс. 12-12. Как я счастлив, а? Найс, найс, найс. Просто Сейзер сыграл на 5. Вот как они не прочекали. Представляешь, он бежит по ступенькам. Его чувак должен был слышать. По сути, он прямо топ-топ-топ-топ-топ-топ такой смотрит первый. В этой игре немного дебиль, по-дебильному придуманный. Ну да, они не чёткие, как бы. Не такие чёткие, как в 1.6 были, да. Но здесь просто звуков больше, и они как-то записаны по-странному. На последние бабки пацаны скупились. И где он уже? Вот Кеннис сдаёт минус, его сразу разменивает Сейзер. И да, Тим близкий к камбэку, друзья. И к преимуществу. Могут первый раз провести матч. Тут рампы выходят. Ну, тут есть вот перекрё... Опа! Дядя Митя падает. Но демейджа даёт хорошо по НБК. Убик, смотри, за Аркадия 0. Это инфа. И в ВГ. Ну, либо пойдут на 9, либо попытаются разыграть. А там Убик в спине просто. Ой-ой-ой, Убик минус 1. И тут вот второго надо, третий тоже есть на рампах. Ну вот сейчас Убик выйдет в перекрёстный. Оставляет красным. Одного ждёт по девятке. Бомба по девятке лежит, кстати. Ты посмотри, посмотри. Убику надо на релату ходить. Как можно быстрее взрывать с Грану от Экзистенса. Там ещё красный на вилке остаётся. Бомба забирается. Бомба забирается. И Убик с 9 хп остаётся на аппланте. Ой-ой-ой. Не-не, смотри, бежит в длинный. Бежит в длинный. А там выход вниз. Суправильно делает, да. Чётко играет. Но проблема в том, что соперников-то двое. И они будут играть уже на размин. Ну вот, ты смотри, оба свилки. Оба свилки хотят сыграть. Ну вот Убик уже потерял время, и сейчас у него застать врасплох шансов не будет врага. Ну он может, в принципе, потихо ему подойти, если захочет. Но он тут уже у прыжок любой будет слышно. Ну они глухие. Они услышали, услышали. Ну он думает, что там есть кто-то. Вот смотри, что они ещё делают. Ой, 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 ой. Аааа, ха, ха, его взорвали. Он ещё флешку под себя кинул, дэфить начал, вообще всё сделал отлично, красиво. Ну вот. Наказали, наказали за такое поведение. Ну, счёт 13-12 и у сайзенной компании. Ещё шансы есть. Главное не проиграть вот этот. Да, ну этот бай уже будет явно последним. Самый важный. Самый важный раунд для DAT-ти. Ну, я надеюсь, что сейчас Митя как бы настроит парней, как бы, да. Объяснит им, что ребята, да без волнения, сейчас мы чпокнем этих демонов. Ну, Варигеймс тоже молодцы, стоит отдать должное. Они проиграли, по-моему, принципиальную для себя встречу, если верить инфе, которую меня толкнули про Гвардиана. У них, конечно, сейчас состояние моральное не особо хорошее, но опять-таки... О, сейчас может Смитца убить на улице, Митя, давай. Не, ну вот Митя не дождался, конечно. С таким дымом бороться очень тяжело. И он даже не видел ноги, которые прошли сейчас. Все, дым закончился, он не знает, прошел или нет. Убик, кстати, чекнул рамп, все, Убик чекнул рамп. Он уже знает про то, что это будет как минимум. Вот, да, на Убика выход, минус Убик, минус Гарик. Гарик поверил, инфе тоже высунул голову. Ну, зато есть Сейз, который все еще борется. Ну и все, 24. Ну, смотри, Митя не мобилен, перестрелка от Латра. Ну, вот Латра здесь лезет, лезет на Кенниса и сразу теряется. Ну, вот, либо Митя сейчас дает минус 3 и берет раунд, либо это будет Кровалолиус. Не, будет сейвить. Будет сейвить девайс. Эх, Митя, Митя. Жаль, конечно, жаль, конечно, что вот так вот получается под конец встречи. Важный девайс на раунд. Даттим уступает ВГ. Но шансы на 15-15 еще останутся. Плюс еще на ЭКО можно разыграть. Ребята на рампах. Там вроде Латра или кто там снизу был дал инфу. Что вот и выходит. И типс хилп и просто решил, не поверил, и решил прочекать сам. А его там 3 типа уже ждали. Ну, да. Вчалик, конечно. Ну, вот еще с Митей тоже неясно. Мне вот интересно улицу. Он в начале раунда слышал, и нет, когда был проход в нижний. Тоже непонятная такая прохладная история. Ну, насколько я понял, АВИК его не спалили. Поэтому может сейчас удивить. Если они опять на улицу попрутся. Ну, сейчас проверим. Нет, просто ВГС играет улицу, обрати внимание, грамотно. Если вспомнить... Нет, опять четвером в ноль идут. Это раскид А будет. Да. Не самый лучший расклад. Посмотри, здесь Сайзет уже в пуш выходит сейчас на ноль. Готов забревать. Ну, и вот тут сразу же просто наказывают. 29 кп оставляет. Ошибка Митя минус Смит. Вот оно удивление. Да. От природы. Давай смотреть, что будет происходить. Юбик сейчас может делов-то наделать. Там сейчас на рампах вообще основной расклад будет. Кеннис открывается первый. Один красный стоит. Справа сразу же Юбик его закрывает. Гаррик Диггл. Вот он палит. Диггл зря в ряд встали. Все, один ушел вниз. Сайзет на хелп. Спрыгнул. Три в три ситуация. Ой-ой-ой-ой. По тиммейту. Нервы. Эх. Прямолинейные. Идут. Вот. Если бы не боялись, действовали более уверенно. Вот. Сейзет хорош. Минус дал. На левой вилке. Справа вилке двое. Толпилось игроков нападения. Могут попытаться, наверное, уйти. Это шли, ребята. Ну, там бомба на руках. Видишь, что они еще... Там Латра сейчас очень важный минус может дать. Он должен убивать. Ну, если он успеет убить. Ну, там, по-моему, под флеш. Да. Все. Он спалил. Минус дал. Все. Он знает, что там еще второй игрок нападения. ХЕ под ноги. Минус 40. Отлично. Просто на ура. Ну, вот РПК его пытается настигнуть. Посмотри, дает минус. Ну, Латра, ну что ж ты делаешь? Видал второго. На плейнсе. Эх. Тут еще один с вентиля палится. Ну, и РПК. Что, сейчас просто один дым будет ставить бомбу с нуля. Будет заходить на него сейзет на шифте. Можем сейчас. Ну, да. Сейзет его здесь забирает. И счет становится 14-13. Ух. Видал ураунд. Сизд. Можно, наверное, выдохнуть пока что за дат-тим. И смотри. Митя довольный со своим АВП. Перезаряжай. Давай посмотрим на статистику вообще, что происходит. Ооо. Смотри-ка, вот так тут. 23 на 16. 19 на 22. Смотри. Ну, вот Латра, по-моему, вообще в жестком плюсе. 3 МВП. Меня радует еще статистика МВК. Но дефузил. 68 очков. Просто жесть. 62 очка Смит. 20 на 16 стата. 18 на 17. РПК. 52 очка. 50 очков. 23 на 20. Кеннис. Ну, и экзистенс в качестве слабого звена. Он же ЯК. Инвери Гейм Стим. О, тут выход без гранат на АП. Ну, эту халяву должны дата собирать. Только пока что эта халява какая-то очень-очень опасная. Дает минус 4. Остается дядя Митя. Ну, что такое, а? Не были готовы к посту. Не, все. Слушай, знаешь, Марик, еще одной версии Counter-Strike, где русские команды не будут выигрывать буржуев, я не переживу. Мне вот Moscow 5 хватило. Особенно DreamHack. Ой, как были близки, ребята. Как тот DreamHack. Я вот, знаешь, вот единственное, о чем жилел Эдик после этого матча, это... Зачем я прыгнул на Зоника? Зачем я прыгнул на Зоника? Зачем я прыгнул на Зоника? Реально все закончилось на том, что он на него прыгнул. Все, они взяли пистолетку и пошел в СОС. Эх. Беда, беда. Но это уже в прошлом. Здесь у нас даттим, и сейчас они попытаются... И они уже вниз прошли. Оп, да. Смотри, в ВГ-то как умело играют. Не, ну все равно даттим молодцы, посмотри. Они взяли у одной из сильнейших команды европейской. Да, подожди, еще не все. Тут Гарик имеет. Ну, Гарик тут просто показывает им, кто есть... Оп, 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 ну вот... Замкнули Аркадников, конечно. Не алёк. Ну... Не, ну есть Сейзет с девайсом, посмотри, при том, что... Он, смотри, где находится. Ой-ой-ой, на него с вилки вышли. Ну, это уже абажур. Тушить абажур надо. Все, все, ВГ жмут булки. Сейзет пытается уйти, но в спины его добивают. 16-13. Ну что, друзья, ну... Эх, ну неплохо, постарались, поборолись. Постарались, поборолись. Финальная статистика перед вами. У нас тут уже есть лиф от Вэри Геймс. Ну, вот я даже не знаю, как про этот матч можно отзываться. Но вы сами все, в принципе, видели. Ребята реально старались. Они могли затащить. Единственное, что вот ключевой раунд, они один проиграли девайсом. И с этого, в принципе, дело пошло вниз. Но сыграли они более чем достойно. И мы хоть, тем более, у Вэри Геймс эта карта очень-очень сильная. И они на ней практически всех, вроде кроме Нипов, обыгрывали в групповом этапе Дримхака, если я не ошибаюсь. До встречи с Гвардианом. Ну да, до встречи с Гвардианом на этом турнире. Но вот матч с Гвардианом потом, наверное, мы как-нибудь разберем. Вообще сейчас Дат будут играть с командой Кик. Будешь смотреть это дело? Да, почему нет? Давай посмотрим. Давай пока уйдем в небольшой перерыв и после него вернемся. В эфир. Я вам немножко музыки... Давай, надежь. Да, хорошо. Так, ну и этот матч для вас комментировал Егор Маркелов. Маркелов, он же Мам, Маркелов и Слэм. Ну и мы вернемся через несколько минут, как я уже сказал. Пока что у нас небольшая пауза. Далее Кик. Кик Еспортс Клуб против команды Дат Тим. Россия против Португалии. Интересное зрелище. В 21.05 по Киеву и 23. 23.05, разумеется, по Москве. Остаемся здесь. Никуда не уходим. Все будет четко. Все будет огонь. Пока что подписываемся на ссылки, которые указаны в бегущей строке.